Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну И главный редактор образовательного портала МЕЛ Привет, Никитос Всем привет Мы рады тебя видеть Никита, смотри, у нас программа наука и технологии Призвана проводить такой ликбез для людей Популяризировать науку Ты наш коллега в прямом и переносном смысле В первую очередь, конечно, хотели мы тебя спросить О твоей образовательной функции Почитала, посмотрела я статьи Много там уделено образованию детей Нынешнему среднему образованию Вот какие новости сейчас в последнее время? Что интересно ты можешь там донести? Ну, смотри, на самом деле Как бы все, что касается образования Оно, конечно, делится на Ну, я упрощу, скажу, на две части Мы пишем о школьном образовании Мы пишем для родителей Ну, то есть мы пишем Не для детей, а про детей Для их родителей И вообще, конечно Ну, вот все, что касается образования Делится на две части для родителей Первое – это истории, которые происходят с их конкретными детьми в их конкретных школах, с конкретной подготовкой конкретного ребенка к ЕГЭ, и родителям, в общем, ну, абсолютно фиолетово, что там происходит в мире. Да, то есть я уверен, что очень значительное число родителей не знает, в принципе, например, имя-фамилию министра образования. Вот, и подавляющее большинство родителей точно не сможет объяснить разницу между прошлым и нынешним министром образования. А нужно ли это современным родителям? Ну, как, понимаешь, нужно, не нужно, это такой глобальный философский вопрос, да, это вот вопрос, там, нужно учиться плавать на берегу или в воде. Конечно, мы все понимаем, что вроде как в воде, но пусть в воде учатся плавать другие дети, а наши, ну, под каким-то этим конкретным присмотром. Поэтому, конечно, для подавляющего большинства родителей, там, я не знаю, ЕГЭ, это что-то вот, что на скрижалях спускается, значит, и такая, ну, какая-то такая данность. Образование — дико консервативная сфера. Сказать, что в образовании вот прямо сейчас, вот на наших глазах происходит... Вот то, что сейчас меняется стандарты образования, все это не то. Как, смотри, понимаешь, стандарты образования некоторое время назад поменялись, да, у нас там появился новый образовательный стандарт, который... С этим образовательным стандартом вообще интересная история. Его все, вот практически все сотрудники сферы образования его, скажем так, очень аккуратно и дипломатично хвалят. Хвалят, потому что они говорят, слушайте, ну, там действительно написаны очень классные, очень полезные, очень применимые в работе вещи. Там, ну, если вот совсем упростить и совсем перевести на человеческий язык, написано, что вы в школе должны не рассказывать об истории России, там, 10 часов, а по итогам, значит, курса истории России ученик должен знать и уметь, там, определенное количество вещей. То есть, а как вы будете делать это? А как вы будете делать формально, не проговорено, а по факту, в общем, пока все равно довольно жестко зарегламентировано. И учителя осторожно радуются, потому что вот этот новый образовательный стандарт, ну, учителя и директора, они осторожно радуются, потому что, ну, вроде как, этот образовательный стандарт должен дать им большую, ну, тактическую свободу. Такая проектная деятельность должна быть, да. Да, и больше, больше учить их так, как они сами считают нужным. Но по факту это внедряется не так быстро, как хотелось бы. Хорошо, а куда денутся вот эти все методички, по которым сейчас работают, по большому счету, это вот, может быть, в Москве все очень продвинуто. И вот оттуда спустилось, и все резко начали работать и радоваться, так, как сказали, вот по этой новой системе. А вот там, в регионах, все вот дали методичку, прислали 20 лет назад, и все так и работают. Слушай, ну, есть очень разные регионы, есть очень разная Москва. Я, ну, то есть вот, я совсем не специалист вот в образовательной политике, что называется. Но, конечно, там централизации, спущенные сверху... Ну, мы продолжим. Да. Сейчас, у нас не вообще... Реклама, реклама, и вернемся. Никита Белоголовцев, у нас в гостях, разговариваем об образовании. Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии, и наша программа «Наука и технологии» продолжается. В гостях у нас сегодня наш коллега, а также главный редактор образовательного портала «Мил» Никита Белоголовцев. Никита, нам интересно следующее. Ты работал на телевидении, на радио, потом так случилось, что у тебя появился... Свой, тоже журналистский, отчасти проект просветительский, образовательный. Давно к этому шел? Какие были предпосылки? Как так получилось вообще? С чего все начиналось? Предысторию, да, нам интересно узнать. Слушайте, ну, тут, наверное, следовало бы мне уже давно придумать какую-нибудь красивую историю. Потому что вопрос частый, видимо. Полную скрытых и сокровенных смыслов, потому что, ну, тут даже... Дело-то не в том, что вопрос частый. Дело в том, что ответ такой, довольно глупый и корявый, это получилось немножечко случайно. Это получилось немножечко случайно, потому что в моей журналистской, там, телевизионной карьере случилась какая-то пауза, пробуксовка. И мне нужно было где-то работать, и в это время инвесторы Мела уже довольно долго искали человека, который возглавил бы этот проект. Ну, еще до его, значит, старта. И изначально искали человека, который хорошо понимает в образовании, в российском. Специфику всю, да? Понимает, как работает медиа. Оказалось, что это единорог, такой спортивный термин, человека, сочетающего сложно сочетаемые вещи. И после долгих поисков было решено искать в другую сторону, искать в сторону человека, который понимает, как работают медиа. На первой встрече с инвестором нашего проекта мы мило поговорили, и Александр на меня посмотрел, сказал, ну, хороший мальчик, но не понимает же нифига. Вот. И, ну, в общем, мы договорились, что в какие-то короткие сроки я ликвидирую свою базовую неграмотность. И, в общем, ну, судя по всему, мне это удалось. Изучил все новые стандарты. Вот, да. Обрановательные. А дальше, честно говоря, мел как-то полетел сильно выше радаров и всех наших ожиданий. И мы до сих пор очень во многом планируем свою работу по принципу, вот, как бы, не навреди, не трожь, оно работает. То есть, ну, было бы бахвальством и не совсем правдой говорить, что да, мы рассчитывали, что оно будет вот настолько хорошо, насколько оно сейчас получается. Ну, я смотрю, настолько хорошо получается, что у тебя на портале представлены различные эксперты, в том числе, там, допустим, Ирина Хакамада, вот, еще кто-то, вот, я видел. Это все люди, которых вы привлекаете? Слушай, это очень по-разному происходит. Кого-то привлекаем мы, кто-то привлекается сам, плюс, в общем, одно из наших, одна из вещей, которой мы очень гордимся, в сентябре 16-го года мы запустили блоговую платформу на нашем сайте и сделали ее, с одной стороны, очень удобной, с другой стороны, практически полностью открытой. И сейчас четверть нашего трафика – это трафик, который приходит на тексты, написанные живыми людьми о том, что их волнует и беспокоит. Свои мысли какие-то, да? Да, ну, то есть, это пользовательский контент, его пишут родители, его пишут учителя, у нас ведут блоги самые разные образовательные, там, организации, учреждения. И что особенно приятно к нам, например, пришли школьники. Это всегда было, ну, то есть, на самом деле, вот без шуток, это всегда было дикой журналистской задачей. То есть, например, там, не знаю, найти школьника, который не ждет выпускного. Ну, то есть, казалось бы, очевидная история рассказать, например, про тех, кто вот, в отличие от многих, почему-то не любит выпускной. Ну, ты вот где будешь такого человека искать? Ну, да. То есть, ты можешь, да, написать там в соцсетях, эй, у вас случайно нет знакомого, который не хочет... Вот, а когда вот эти люди пришли и стали писать сами, там, я школьник, который не любит то, или я школьник, который любит это, или там, я школьник, который считает, что прогулы — это абсолютное зло, и прогуливать в школу никогда нельзя, даже если шкушно. И ты такой, вау, как классно, что вы существуете. Ну, я хочу сказать, что я вот, готовясь к эфиру, зашел и начал прям вчитываться в ту информацию, которая у тебя на портале находится, и есть, допустим, помимо просто каких-то прикладных вещей, статей про то или про иное, есть, допустим, рейтинг школ. Вот, расскажи подробнее, все-таки сейчас вот везде запись стартовала в первой классе. Как это работает? Смотри, это работает сильно хуже, чем нам хотелось бы. К сожалению. Тут я, в общем, снова буду откровенен. Сервис школы Мела с рейтингом школ там внутри, это была одна из наших стартовых идей. Был сервис, в который мы очень верили, и, в общем, верить продолжаем. И это была идея сделать сервис, который, конечно же, не помогает однозначно выбрать школу для ребенка. Потому что мы, в общем, настаиваем и призываем всех родителей не выбирать школу ни с помощью нашего сервиса, ни с помощью любого другого. Как же с сервицем? А приходить туда как минимум ногами. Мы видели в этом сервис, позволяющий составить, например, шорт-лист школ для вашего ребенка. В Москве. Ну, просто составить мнение о каком-то количестве. Школ, отсечь сразу нерелевантное, посмотреть базовую информацию в одном месте, информацию об участии учеников школы в Олимпиадах, о среднем бале ЕГЭ, ОГЭ, о специализациях, о месторасположении, о каких-то деталях, о которых школа хочет рассказать. И сделать это в одном месте, а, например, там, не лазая между пятью-семью сайтами школ. Наши оценки, ну, то есть как, наша идея даже не рейтингования, а хотя бы базовых оценок, она сбилась двумя вещами. Она сбилась, конечно же, тем, что мы недооценили разность началки средней и старшей школы, но, то есть, по факту, это то, к чему мы будем идти. Начальную школу, среднюю школу и старшую школу нужно, конечно, оценивать по-разному, даже если там один номер. Это, конечно, зачастую вообще никак не взаимосвязанные институции. Это, во-первых. Во-вторых, мы начали делать эту историю ровно до начала массового объединения школ. И, конечно же, после объединения школ очень часто средние баллы школ до объединения перестали иметь какой бы то ни было смысл. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот сейчас команда Мела какая? Сколько человек трудится над созданием проекта? Помимо тебя. В нашем общем чатике, считая стажеров и не считая бухгалтерию... Как ты что? Ты сейчас крамолу какую-то выберешь, не считая бухгалтерию. 29 человек? Да. Ну, как? Мы делим бухгалтерию с некоторыми другими проектами. Все понятно. Считать за 0,5. Пусть они считают. Какая технология уже, понимаешь? Не, ну, в целом, вот, да, мы недавно выросли до 30 человек. Это было довольно болезненно. Когда у тебя в общем чатике становится 30 человек. А было? Когда у тебя... Ну, когда мы первый раз создали общий чат в Телеграме, там было 15 человек. Ага. Ну, два раза получается. Вот. И плюс, когда у тебя, в принципе, количество чатиков растет, ты их неминуемо что-то мьютишь, и это очень сложно. Вот мы недооценивали, на самом деле, насколько сложно команде мошестабироваться с момента, когда ты можешь со всеми поговорить лично. Слушай, еще вот один вопрос. Стажеры — это кто? Вот ты привлекаешь людей, которые учатся, тренируются писать... Это вот эти школьники, которые сами пришли, попали. Да, или это юные журналисты, которые теперь являются так линочей экспертом. Нет, ну, смотри, юным журналистам мы предлагаем, друзья, пишите нам, введите блоги, это ваше портфолио, это круто, и мы тут даже вам... Да, мы тут даже вам не очень нужны. Мы, смотри, не побоюсь тут похвастаться, мы одно из... Не то чтобы очень мест, где, там, например, выпускники журфак искренне хотят работать. Да, и место, ну, вот, которое можно, там, смело на журналистской тусовке сказать, а я вот работаю там, или а я публикуюсь там, все-таки, о, вообще, крутяк, респектус. Вот, это, во-первых. Во-вторых, мы небольшая редакция, поэтому мы, в отличие от каких-нибудь, ну, больших медиа, не можем брать себе по 20 стажеров с курса, где они сидят, значит, в предбаннике по два часа. И практикуются. Да, и... Проходят практику. Да, и как бы практикуются. Мы стараемся брать понемногу стажеров, там, это два, три, четыре человека, там, в год или в полгода. Мы стараемся в них много вкладывать, мы стараемся их действительно учить каким-то вещам очень прикладным. И это далеко не только, и, может быть, даже не столько умение, там, создавать тексты или писать новости. Мы показываем им, как работает медиа, мы показываем, какие на самом деле... То есть работу такую, какая она есть, по крайней мере. Мы показываем, какие в медиа есть очень разные опции. И я вот недавно считал, что сейчас из редакционной команды, там, куда входит 8-9 человек, в общем, практически все либо приходили к нам стажерами, либо приходили к нам на, там, ну, более низкие должности, чем они занимают сейчас. То есть, по факту, практически вся команда сейчас у нас возвращена внутри. Ну как, мы, к сожалению, не всех можем трудоустроить, мы маленькая компания. Хотелось задать тебе вопрос вообще, в принципе, я раскрою секрет, что я Никиту знаю давно, мы вместе работали, очень славно. И я, естественно, очень слежу за подвигами твоими и... За вашим творчеством, я вырос на ваших песнях. Да, я вырос, да, на ваших песнях. За творчеством твоего портала, в кавычках говоря. Но почему-то так я обнаруживаю, что представленный портал Мел больше в Фейсбуке, вот если говорить про соцсети. Как вообще продвигается продвижение? Слушай, продвижение продвигается по-разному. С Фейсбуком история очень простая. Фейсбук, по крайней мере, два года назад, когда мы стартовали, это была соцсеть, где можно было очень быстро получать максимальные охваты из нуля. Да, то есть в этом смысле у каждой соцсети своя логика. И логика соцсети ВКонтакте завязана на количестве подписчиков страницы. Да, оно постепенно растет, но оно растет долго. Особенно, если ты делаешь что-то, ну вот прям не совсем внутри Конташи. И все-таки Конташи это немного не наше по основной аудитории. Вот, я как раз хотел спросить. Там же подростки и дети. Ну, нас читают родители этих детей. Нас читают родители, да, наша там основная аудитория. Это женщины 35-45, чуть меньше женщины 25-35. Простите за такой социологический язык. Одноклассники другая история. В Одноклассниках очень много людей, они очень активно все читают, они очень активно все обсуждают, но они очень возмущаются, почему нету текстов, статей. Это вы что, я должен на сайт перейти вас читать? Это что за неуважение ко мне? Да, кстати, в Одноклассниках я тоже сталкивался с тем, что там все внутри. Да, ну это так работает, это, к сожалению, мы не можем себе этого позволить, потому что мне, да, будет нечем платить зарплату моим сотрудникам. Скажи, как вы выбираете в основном темы? Ты и финальный такой человек, который говорит да или нет? Понедельник, планерка. Ну, просто тем много. Да, планерка сегодня была, да. Понятно. Ну, скажи, вот тем просто много, много у вас подразделов, вуз, перемена, семья, вот даже сейчас смотрю школа, блоги, афиши. Вердикт твой, что выходит, что нет? Смотри, раскрою маленький секрет. Давай-ка. Такой вот прямо исповедь. К сожалению, на самом деле, тем в образовании и воспитании детей сравнительно мало. И, в общем, конечно, представить себе человека, который читает хотя бы один текст про образование и воспитание каждый день довольно сложно. Потому что школа дико-консервативная история, а образование настолько, ну, как бы личная и субъективная история, что есть, ну, там, я не знаю, 10 каких-то базовых вещей. Там, слушайте со своим ребенком, не реализуйте там в нем свои комплексы. Ну, психология в основном, да, мне кажется? Не знаю, не важно, не давите на него, там, и позвольте ему там самому делать выбор. Не бейте, не бейте, не кричите, еще не бейте. Вот. И ты тут как бы не напишешь ничего принципиально нового. И, ну, плюс у нас есть некоторое количество табу, да, там, мы... Не бить детей. Ну, то есть, да, мы, например, не можем под видом даже какого-то глубоко личного мнения опубликовать что-то типа шантажировать детей иногда полезно. Ну, как бы нет. Мы считаем, что это базовая история, такого нельзя. В образовании, ну, вот, в классическом образовании, там тоже не то, чтобы дико много историй, потому что, я говорю, школа консервативна, школа не то, чтобы принципиально меняется. И вот каких-то супер-гипер-мега-новинок, ну, там тоже не рождается каждый день. Поэтому в какой-то момент мы решили, что мы пишем не про образование и не про воспитание детей, мы пишем для родителей. Это позволило нам немножечко расшириться. Расширить, круто. Ну, он же как бы не про образование, скажем мы честно. Он же про фан. Или, например, у нас стали дико популярными тексты о грамотности. Да. То есть, по сути, это сейчас, на самом деле, там, сайт внутри сайта. Это примерно, там, пятая часть всего нашего трафика. Наши тексты о грамотности сейчас читают примерно столько же, сколько весь мел в первый год его жизни. Я тебя вынужден прервать. У нас 14, 13, 10, 9, 8, 7 до конца эфира. Поэтому мы тебя от всей страны, от нас лично, с Лиз, благодарим за твой визит. Спасибо большое. Зовите, когда-нибудь, да? Идет снега. Хорошо. Никита Благоловцев, образовательный портал мел, мел.фм. Подписывайтесь, читайте, наслаждайтесь. Да, почти как страна ФМ. Спасибо большое.